Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Дракон и Всадники Олыха. У нас 8 день, 250 тусклого янтаря, и я забираю. Так, это нам не нужно, все закрываем, мне интересно, есть ли у нас события. Есть, ребята, происшествие захват захватчиков и диверсии охотников, причем оба открыты. Три дня и пять дней. Шикарно, этим сегодня мы с тобой и займемся. Так, ну сначала посмотрим. Ага, Беззубик прокачался до 81 уровня, теперь можно найти Мрачнозуба. Это, конечно, хорошо. Так, давай-ка мы вначале, наверное, все-таки заберем с тобой ресурсы. Так, здесь у нас маленькая какая-то статуэточка выпала. Че вы смотрите на меня? Не смотрите, а идите работайте. Уставились они. Так, Древоруб, тоже иди в пахоту. Ну и ты пока тоже, потому что у меня нету достаточно древесины, чтобы отправить его за металлом. Хотя у нас и кузница, как я тебе уже говорил, слишком маленькая теперь, чтобы хранить тебе большие объемы. Ну так, беги. Тебя, наверное, парень, прокачаю я. Пускай. Весночез. 84 миллиона. Я офигею, ребят, сколько он нам приносит рыбы. Обучить не получится. Так что вперед. А здесь у нас что? Так, повышение уровня. Продолжаем прокачивать. Так, брюхоглот. Ты тоже. А не хватает чего? Не хватает рыбы. Ну а ты будешь у меня становиться киталом или нет? Неа, не хочет. Сопротивляется. Ладно, лети дальше. Пытайся. Значит, нам не хватает древесины. Боево лорд. Боево лорд у нас уровень, да, получил? Да что ж ты будешь делать? Теперь мне не хватает рыбы, друзья. Кто бы мог подумать. Так, и здесь яркий ужас. Ну тебе-то, наверное, хватит прокачать. Теперь уже рыба, да, у нас в дефиците. Раньше ее было слишком много. Теперь ее вообще нету. Все улетело, как говорится, на наших дракончиков. Ну что, тут вроде бы все. Здесь забираем рыбу, древесину. Надо всех отправлять тогда за рыбой. И ты пришел, да? Две. Это все, что ты мне принес? 500 рыбы. 500 миллионов рыбы, ребята. И он у нас опять улетит на 8, почти на 9 дней. Для того, чтобы найти нам 6 металла. Пока я ничего этого делать не буду. Немножечко потерпим. Сегодня, как я тебе говорил, два события. Возможно, у нас получится немножко подкопить и древесины. И рыбы. И после этого уже тогда будем с тобой либо отправлять, либо прокачивать. Там уже будет видно. Так, давай, давай, давай. На поиски, на поиски. Нечего тут хрюкать. И ты тоже на поиски. Так, теперь откроем с тобой пак. Ну, наверное, два сразу вскроем. Один бесплатный, другой за рекламу. Шторморез, Костолом, Громоль. Ну, и тут понятно. Две шестеренки выпало. И еще один пак. Монеты Водина. А здесь Шторморез, Кошмарный Престеглов, Громобой Защитник. Ну что же, понятно. Смотрим, что у нас тут. Обычный пак. Из него нам выпадет. Всегда выпадает Шторморез. Вот я заметил, всегда. В Острозуб. Так, на открытие ставим. И теперь, теперь, наверное, здесь мы заберем. Так, янтарь. Янтарь. Слушай, мне кажется, в этом месяце мы с тобой не накопим 8000 конфет. Никак не получится. Во-первых, тут слишком мало дают. Всего лишь по 50, по 30. Ну и события, как говорится, только сейчас мы дождались. Так, дай-ка я сюда к Эриту зайду, посмотрю, что у него есть. Угу. Ну вот это вот можно взять, в принципе, и все. И, наверное, Беззубика нам нужно с тобой отправить куда-нибудь. Так, Нечекрат, Рудонос. Может отправить его, а? Пускай ищет этого Рудоноса. А вдруг повезет. Так, а эти у меня что? Просто сидят, дуркуют? Ну-ка. Так, тусклый янтарь. Понял. Ну что, Сарделька, литьево укрытие бесплатно. Барсик, у тебя там что? Так, 8 рун. Отлично. Имитация наводнения. Естественно, бесплатно. Так, вот это я заберу. Ну, здесь у нас что? Руны или топорик? Руны. Отправляем. Не обращай внимания. Бесплатно. И Грамгильда у нас приносит тусклый янтарь. А нет, лопату. Вот, ну как так держать? Бесплатно. Все, их отправил. Ну что, а мы с тобой... Так, подожди. Какого перепуга ты сидишь? Там просто хрюкаешь. А мы начинаем проходить испытания. 5 рун еще в копилочку заберем. Ну что? Блин, как он смотрится круто. Рудонос. Офигеть. Захват захватчиков. Давай-ка глянем. События, я смотрю, ребята... О-о-о-о. Длинные. Я думал, будет короткое. Мне сообщили, что охотники пытаются изловить юных драконов в святилище. Прошу, поспешить туда. Да-да-да, уже бегу. Сломя голову. Поехали. Ну, здесь понятное дело, сколько у нас хватит энергии, столько мы с тобой и проиграем. А это будет именно 5 поединков. Так что, давай смотреть. Угу. Костолом нас встречает. В одно лицо. Две волны. Так что, все хорошо. Но 16 уровня. То есть, так легко он просто здесь не сдастся. А мы не жаждем, да, чтобы все... Воу. Посмотри, какой крепыш. Не, он серьезно крепкий. Для своего 16 уровня, ну уж больно как-то тяжко разбирается. Мне его хвост добивает. Да? Какая-то там булава непонятного чего. Именно ей он бьет. Камень, не камень. Кость, не кость. Фиг знает. Какой-то пузырь. Так, он еще и лечится, ты прикинь. Он еще и хиляется. Давай-ка вот без этих вот фокусов твоих, а? Пожалуйста. Да чтоб тебе, я думал, добьем барсик. Ну, ну что это? Вторая волна. Кто у нас тут? Водорез. Угу. Тоже один. Он фиолетовый, ребят. Но все равно почему-то они тяжело здесь разбираются. То есть, у них как бы повышенная живучесть. Или как это назвать? Смотри. Так, а мне, знаешь, что нужно? Залечить раны. Вот сейчас, в данный момент. Так, барсик у меня немножко исцелился. Кусаем. И добиваем, наверное. Все, пока идет отлично. Ну что, у нас рулетка. И буду рад, что древесине, что рыбе. Без разницы. 75 миллионов рыбы. Замечательно. Забираем с тобой 600 тусклого янтаря. И у нас следующий поединок. Раз, два. То есть, два поединка будет вообще ни о чем. После этого мы только заберем загадочный пак. И там еще будет один бой. Так, ну что. Тут у нас пристеголов стоит. Опять же, он один. Поехали. Блин, да что ж вы такие крепкие? Тут явно нужно, ребята, работать через понижение брони. Да и то как-то не особо здесь защита у него понижается. А не влупляет, будь здоров. Ладно. Так, если что, наверное, нам сейчас надо будет химнуться. Смотри, что творит, а. Давай залечим раны. Укус. Ну и что ты делаешь? Опять фаерболт. Блин, ну как он сильно бомбит, а. Ты посмотри. Давай лечиться. Так, а это у нас шепот смерти. Одна из его вариаций, да, скажем так. Блин, надо было защиту понижать. Что ты делаешь-то, а, Рейн? Ну зачем? Этот типок же опасный, мы все прекрасно знаем. Что с ним лучше не шутить. Давай, понижаем броню. Вот, 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 вот. Об этом я и говорю. Видишь, как вжарил? Офигеть. Половины здоровья как будто не было. Давай залечим раны. Блин, я думал, что уничтожим его. Ну вот, добили. Двигаемся дальше. Крутанем. И посмотрим плод мудрости. Ну что же, не возражаю нисколечко. Плод мудрости тоже нам нужен. Так, ну что, это у нас получается третий поединок. Ага, вот истинный шепот смерти. Его начальная форма. Так, со своими суперударами он сейчас меня, наверное, одолеет. Хотя, подожди, разбирается он тут быстро. Ну что же, это хорошо. Да что-то я хотел, блин, сделать суперудар. Твою налево. Как ты бомбишь, а? Жестко. Парень, успокойся. Ага, здесь уже два костолома. Я понял. Пошли на повышение. Получается так. Кто из них делает разбег? По-моему, они оба, да? По-моему, оба они здесь чудят. Но у них энергии пока нету, вроде бы. Одного мы с тобой ушатаем. Так, делаем удар. Залечиваем раны. И остается у нас вот один костолом. Но он сейчас побежит. По-моему, этот у нас бегает. Или пламя. Что у него? Пламя или бег? Бег. Твою налево, Барсику досталось. Ну, слава богу, это последняя волна. Так что, даже если он уничтожит его, ничего страшного не будет. Не хотелось бы, конечно, но... Тут главное пройти этот этап. Все, прошли. Крутим-вертим. И забираем с тобой 50 миллионов рыбы. Отлично. Так, ну и пак, естественно, загадочный. После этого у нас будет обычный поединок. Потом пойдет мини-боссик. Так, на мини-боссике мы с тобой, в принципе, и закончим. То есть мы победим. Заберем пак. И уже на следующую серию, я думаю, у нас будет пройдено это событие. Ну что ж, давай глянем, что у нас тут. Обычный поединок, еще раз повторяю. С обычными драконами. Хофер. Ага, уже три волны. Все. Понял. Ставки повышаются. Хорош хрюкать. И он варный, это меня радует. Сейчас мы его ушатаем. На второй волне кто у нас тут? Престеголовый плюс клывокрив. Потому что нашего звать клыкокрив. Блин. Кривоклыв, да? Твою налево, блин. У них, у обоих, короче, что у этого клыва или крика как-то так. Что у нас крика? Да ее просто, я уже даже думал, как его увеличать. Клыкокрив. Нашего дракона, по-моему, звать клыкокрив. А это, по-моему, клывокрив. Что-то типа того. Так, ладно, сейчас мы не об этом, ребят. Сейчас сфейлимся, наверное. У нас у Барсика и так мало здоровья. Так, кривет и плюс. Начнем, конечно, с этого. Успеем ли мы его бомбануть? Барсика, мне кажется, сейчас ушатают по полной программе. Ну, естественно. Кого ты можешь еще атаковать? Ну, что надумал? Твою налево. Ладно, добьем. Хильнемся. Отлично. Ах, ты что делаешь, зараза-то, посмотри. Барсик, ну-ка, влупи ему. Хильнуться не хватит. И добить не хватит. Скорее всего, Барсика потеряем. Ну, да не беда. Тут главное пройти уровень. Очередная рулетка. И выпадает нам здесь 25 миллионов рыбы. Все меньше, меньше, меньше. Давали вначале 75, потом 50. Сейчас 25. И последний у нас поединок. Мини-босики собственной персоны. Хотелось бы посмотреть, кто здесь. Ну, давай, давай, давай. Так, ну что, я вижу, здесь у нас змеевик злобный. И, ну, конечно, у нас шепот смерти. Начнем, наверное, с него. Хотя, подожди. Не, да. Начнем отсюда, ребят. Нам надо как можно быстрее его уничтожить. Смотри, этот только сходил, да? Я не успел, ребята, грубо говоря, разгуляться, как опять он ходит. И все, как всегда, начинают бомбить именно в Барсика. Да что ж такое-то? Барсик, ты просто какой-то невезучий. Весь удар идет именно на тебя. Оу-оу-оу-оу-оу. Ага. Ускоряешься, да? Ты думаешь, это тебе пригодится? Здесь не легче. Водорез плюс скалотряс. Ну, начнем со скалотряса, понятное дело. Это даже не обсуждается. Водорез там постоит, пока потерпит. А вот это нужно как... Можно быстрее разобрать. Иначе начнет сейчас тут. По две атаки. Причем напал на сородича. Это ноус какой-то ему было бы выгоднее. А, ну правильно. Зеленых-то у нас нет. Так бы он на зелень нападал бы. Но все равно. Следующие будут фиолетовые. А он почему-то все равно начал нападать... На свою стихию. Странно. Так, ну что, добьем? Добьем. И следующая волна. Здесь у нас ветрокрыл плюс костолом. Блин, ну начну я, наверное, с костолом. Потому что он все-таки красной стихии. И он должен разобраться быстрее, чем ветрокрыл. А ветрокрыл можно, в принципе, наверное, брать под контрольку, да? С помощью нашего... Как вот он клыкокриво? Клывокриво. Как так можно забыть, а, ребят? Потом гляну, как его увеличать. Так, ну здесь еще не забывайте следующий нюанс. Он накапливает энергию и начинает делать супер-пупер заморозку. Как бы нам это не особо нужно. Ну что-то там стоит, замер. Все, сейчас будем его брать в оборот. Ну давай, трать, трать, трать. Обязательно делай так всегда. Как только ты в слепоте можешь морозить сколько хочешь. Мне не жалко. А теперь сделаем следующее. Понижаем ему броню. Делаем укус. И уничтожаем. Круто. Крутанем. И заберем 25 миллионов древесины. И, конечно же, пак. Ареновский. Который, по-моему, открывается здесь сразу же. Насколько я помню. Да. Содержит очень много новичков. Громобой, громель и все. Так, энергии у нас больше нет с тобой. Поэтому закрываем это дело. Тускленталь 600 в копилочку. Так, и набор мы с тобой тоже открываем. Так, монеточки. Шторморез, громель, громобой. Так, кто тут у нас? Злобный змеевик. Он нам и даром не нужен. Потому что у нас такие есть. Отпустить. Да. Теперь я хотел посмотреть все-таки, как его звать. Кривоклык. Вот. Это нашего звать Кривоклык. А того, как звать? Фиолетового. Так, подожди. Где-то он у нас, по-моему, есть. Это Клыкокрив. Блин, а фиолетового у нас нету, да? Так что я не смогу понять. Это Хлыстарец. Короче, нашего звать Клывокрик. Клывоклык. Кривоклык. Ебб, просто ты. Короче, Кривой Клык, можно так сказать. А этот... Клык Кривой. Что-то типа того. В общем, вот так. Ну что, ребята. Мы можем с вами перейти на следующее событие. Вот это. Угроза. Диверсия охотников. Тоже длинное событие, друзья мои. Тоже длинное событие. Боец охотники натравили на нас диких драконов. И пытаются улизнуть. Покажем им, как летает Олух. Конечно, покажем. Награды. Что за... Ребят, вот как? Вот скажи мне. Если здесь... Вот тут 300 конфет. И там 300 конфет. 600 конфет за 2 события. Это мало. Это очень мало. Нужно было, чтобы в течение вот всего события по прохождению были бы вот эти вот награды, конфетки. А так 8000. Нет. Это, мне кажется, бесполезно. Так, ну что, поехали. Здесь у нас, как ты видишь, стражи. И именно против них мы будем, по-моему, все это событие драться. Против стражей очень хороши атакеры. Вот эти вот красные драконы. Красной стихии. Ничего себе, он хиляет и того, и того. Молодец, красавчик. Сейчас я вот этого уроню. Так, погнали. Давай понижение брони сделаем ему, чтобы попроще было его разоврать. Тут две волны. Это первая. И, скорее всего, добивка это будет, да? И дальше у нас кто? Хм. Я думал, что будут чисто стражи. Ничего подобного. Кривет Дагур здесь у нас появился. Он легко разбирается. Это хорошо. Так, добиваем. А это у нас сородич Ветрокрыла. Насколько я помню. Сейчас мы и до него доберемся. Понижаем броню. Делаем укус. Его ход. Ну, а потом, я думаю, либо Барсик, либо все-таки наш Штармарис его ушатает. Отлично. Очередная рулетка. И здесь нам 75 миллионов древесин выпадает. Все, я понял. Так, забираем с собой 50 рун. Это уже получается 2200, да? Ну, почти 2200. Нам еще 800 рун. И тогда у нас будет Ворчун. Приобретен для нашего плеваки. Так, здесь у нас одна волна, как интересно. И два тройных удара. Плюс Громль. Карамельный или как там его увеличать? Я не помню. Да хорош. Что ты будешь делать? Так, наверное, нам залечиться не получится. Давай так сделаем. Вау. Вынесли сразу его. Промахнулся. Так тебе и надо. Ну, а ты? Вот неугомонный, а? Так, он себе еще и повышение атаки делает. Ты посмотри, а? Ну, че си ты, жучара мелкий? На-ка. Сейчас влепит. Ну, это не страшно было. И добиваем. Обожаю, когда одна волна. Ну-ка, дай, пожалуйста, древесин. Да ладно, необычный пак. Не ожидал, если честно. Приятно удивлен. Значит так, у нас поединок обычный. Получаем с тобой загадочный пак. Короче, мы с тобой его до сюда даем, получается, да? До самых тех рун. Не рун, точнее, а гентаря. Туского. Которого надо будет поставить, кстати, на переработку. Так, ну что, здесь громель мелкий. Плюс лаварык. Начинаем, наверное, с громеля, потому что он красненький у нас. И должен разобраться попроще. Этот зелень долго будет разбираться. Так, укусик. Что будешь делать? Атаковать. Правильно, так и атакуй дальше. Добили. Так, секундочку. Нам, наверное, лечиться не надо будет, да, сейчас? Хуже некуда, когда вылетает во время поединка, ребята, у нас игра. Просто бесит, ты понимаешь? Не это мне нужно событие, а другое. Вот это вот. То есть, одну попытку сфейлили. Соответственно, до... До янтаря мы с тобой уже не доберемся. Ладно, пять дней там есть в запасе. Я думаю, что успеем за это время пройти. Но все равно обидно, да? Вот так вот. А прикинь, у тебя не было бы, например, времени. И был бы последний поединок. И нет рун у тебя, чтобы купить попытку. И что тогда? Все, фейл. Так, с этим разобрались быстренько. Ну, что ты там пыхтишь. Так, понижаем ему броню сразу, чтобы быстрее его разобрать. Так. Хиляться будет, наверное, да? Не стал. Ну и зря. Вторая волна. Ох, ё-моё. Как вас тут много. Наверное, вот так я сделаю. Чтобы всем нанести урон и, соответственно, химиться еще. Ну и сейчас начнут. Первый, второй и этот сейчас своей волной, да? А нет. Не стал. Значит так. Так. И вот так. Отлично. Фига, он ведет себя как этот, стальной капкан. Но это же не он. Это не он. Так, здесь броню понизим. Блин, ну почти, почти добил. Там тебе чуть-чуть не хватило. Ладно. Ничего страшного. Сейчас уничтожим. Это, к тому же, это последний дракончик был. Ну и посмотрим, что нам здесь выпадет. 50 миллионов древесины. То есть, я могу спокойненько битрокрыло отправлять за железом. Только стоит ли? Потому что у нас 49. А склад у нас на 50 рассчитан. Наверное, нет. Так, ну что, пак мы получили. И переходим на обычный с тобой поединок. Последний на сегодня получается, да? Так, я вижу там душитель плюс костолом. Начну именно с душителя, потому что он понижает нам броню. К тому же, он фиол. Должен разобраться, в принципе, быстро. Так. Отлично. И самое интересное, что здесь до сих пор еще сохраняются две волны. Не три. Он у нас красный, костолом, поэтому очень быстро должен тоже разобраться. Ух! Этого я пока трогать не буду. Начнем с костолома. Хотя, бафер. Ладно, мы его пока ставим. Давай-ка вот здесь начнем веселиться. С трех тычек мы его вырубили. Вот это я понимаю, команда. Иди ты. Скачет он мне здесь. На-ка. Выкуси. Ну. Конечно. Держи карман шире. Вот так, друзья мои. Выпадает нам с тобой древесина 75 миллионов. Все. Мы с тобой передвинемся вот сюда. И получается у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Короче, десять или одиннадцать боев в счет. То есть это еще две серии, грубо говоря. Ну, а на этом событии, по-моему, у нас всего лишь одна, да, битва должна быть. То есть раз, два, три, четыре, пять. Да. Это мы пройдем уже на следующую серию, надеюсь. А предыдущую нам придется, извините меня, две серии колупать. Ну-ка, давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Рыбка, древесина, опять рыба, древесина и громоножка. Но она у нас есть. Поэтому мы ее, наверное, с тобой отпускаем. Вот так. И открываем обычный набор. Кревет, шипорез, шепот смерти. Ну и понятно все, да, ресурсы. Так, шестьсот двадцать одна монетка Одина у нас уже накопилась. Это хорошо. Тридцать конфет забираем. Так, победить пять драконов в схватке. В плане победить. А я сейчас не в схватках был. Молодцы какие-то, а. Я сейчас что, прохлаждался, что ли? Не понимаю я. А ты что у меня сидишь? Ну-ка, быстро. Понятно. Нечего ему, говорит, собирать. Так, что же я хотел? А, вот. Конечно же. Лети. Дальше прокачивайся. Ну а ты-то какого фига тут сидишь? Лети тоже. Тренируйся. Здесь у нас... Ага, одно местечко есть, но сюда некого отправить. Хотя, подожди-ка, а этого можно? Обучить. Да, пускай летит. Блин. Академка-то уже забита. Лаварык, ты, в принципе, мне здесь нафиг не нужен. Сидишь, просто место тут занимаешь. Так, здесь нам... Блин, я до сих пор... Спасите я... Так, дракуньи яйца. Тут выполнить обмен. Повысить уровень нюхохвата. Наконец-то. Забияка, а ты можешь хотя бы пять минут продержаться, чтобы не упоминать о... Как там его зовут? Миссис Забияка. Слушай, задирака, а какая у Эрита фамилия? Смелуйся. Миссис Забияка Смелуйся? Звучит неплохо. Да. Звучит неплохо. Ну, сам понимаешь, нюхохват мне как бы не нужен, поэтому его можно убирать. Так, а здесь у нас что-то новенькое. Слушай, Эрит, мне все равно, что ты затеял, но моя прекрасная Забияка ни за что не предпочтет мне тебя. Забияка? Что за як? О, ясно, прикидываешься дурачком. Ты еще знаешь, что такое настоящая глупость. Я покажу этому Эриту, что может быть глупее и безумнее обучение Тейфумеранга, а не опасное. Так, поселите на Олухе Тейфумеранга и поручите ему добывать древесину в течение 30 минут. Так, где у меня Тейфумеранг? Вот он. Разместить. Сюда, да? Хорошо, пускай будет здесь. И что там нужно ему? Чтобы он добычей занялся? А добычей чего? Ага, древесины. В течение 30 минут. А у меня тут, блин... Ай-яй-яй, ладно, сейчас мы кого-нибудь уберем с добычей. Давай вот скалотряса мы, наверное, вернем. А Тейфумеранга пускай идет. Тут 17 минут, надо будет еще потом разочек его отправить и все, будет задание выполнено. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.